Ежегодно во вторую субботу августа Россия отмечает праздник здорового образа жизни – День физкультурника. В этот день поздравления принимают спортсмены, тренеры, учителя физкультуры, а также те, кто придерживаются ЗОЖ. В Каспийске можно встретить большое количество людей, которые делают зарядку и бегают. Среди молодежи в последнее время развивается молодой вид спорта – воркаут. Помимо этого, город славится именитыми спортсменами и тренерами. Один из них – Иван Зиборов, который занимается боксом более 50 лет. Случайно проходил мимо спортзала, заглянул в окошко, смотрю, там боксом занимаются, но решил зайти самому, попробовать, что это такое. На следующий день пришел, у тренера спросил, тренер вроде нехотя так, согласился, ну вот и стал заниматься. С 14 лет я как стал заниматься. А сейчас он сколько лет? Ну сейчас мне уже скоро 73 будет. Иван Алексеевич в прекрасной физической форме и, несмотря на возраст, по сей день является действующим тренером по боксу во всеми известной спортивной школе по улице Хизроева. По словам собеседника, данный вид спорта в первую очередь формирует и закаляет характер, но важно направлять свои силы в правильное русло. Характер, конечно, вырабатывается, уверенность и все, как говорится, уверенность. Ну есть, конечно, то, что есть ребята такие, что занимаясь боксом, применяя уже лезет не туда, куда надо, показывая себя, что он чем-то что-то владеет. Таких мало. В основном ребята приходят, начинают заниматься скромненько, все занимаются. Воспитанники Ивана Алексеевича достигли немало высот, становились чемпионами Советского Союза, России и получали призовые места за рубежом. В рамках интервью наш собеседник рассказал и о своей юности. Раньше пешком ходили, на лесопеде ездили, на автобус редко ездил. Поэтому ходили с каменного карьера, с Волгодона. Я с Волгодона пешком ходил во дворец культуры. Там спортзал был, там занимались. В преддверии Дня физкультурника Иван Зиборов поздравил своих коллег, а также дал наставление молодому поколению. Поздравляю своих коллег с таким праздником, как говорится. Дай Бог им здоровья. И спортсменам, чтобы не просто приходили, а перед собой поставили. Если ты пришел, да, ты пришел заниматься, это понятно. Но если ты хочешь что-то защищать, то надо поставить цель и трудиться. А не так, как цель стоит, а труда нет. Цель уходит потихонечку и остается у разбитого корыта. Любой вид спорта, это надо поставить цель, к ней стремиться и трудиться. В честь спортивного события в Каспийске пройдет ряд тематических мероприятий. Зарядка, кроссфит и волейбол, которые пройдут на береговой части в районе ресторана «Виноград».